Вопрос, если Каин убийца Авеля, за что его осудил сам Бог, то почему Бог говорит, если кто убьет Каина, то ему отомстится всемиро? Ну, во-первых, надо отметить мотивы убийства и скажем, почему Бог именно таким образом сказал. Если говорить про Каина, он убил своего брата в порыве какой-то определенной злости. Нельзя назвать, что это было состояние аффекта, например, но это говорит о том, что он приревновал к тому, что как-то Бог лучше отнесся на его взгляд, Каина имеется в виду, к Авелю, позавидовал ему и где-то, когда они были на поле, вот поддавшись этому чувству, которое у него было, он восстал на своего брата, написано, и убил его. То есть, по сути своей, это не было заранее хладнокровно планируемое убийство, это был такой вот порыв. Мы ничуть не оправдываем Каина, но это говорит о том, что, скажем, это было преступление, естественно, он был убийцей, но, скажем, здесь мотив был такой, что, скажем, он просто поддавшись злому влиянию, убил, что не снимает с него ответственности. Но дальше уже, если бы кто-то встретил Каина спустя какое-то время, потому что тогда еще немного было людей, по сути своей были Адам с Евой, возможно, у них кто-то еще с детей родился, о ком Библия не говорит, то вряд ли бы они непосредственно своего бы брата тут же убили, даже несмотря на то, что он такой сделал, равно как и родители своего сына. Но когда бы история пошла дальше, кто-то, слыша о повествовании, рассказе Каина, решил бы ему отомстить, то в этом случае это была бы уже непреднамеренная какая-то, может быть, защита, это не было бы, скажем, в порыве, ну, где-то не убодрствовало, это был бы хладнокровный расчет. Ах, вот он такой нехороший, я хочу ему отомстить, я заранее его подкараулю, я его словлю и, в общем-то, лишу его жизни какое-то время спустя. А Бог говорил о том, что если совершать суд, то справедливый суд только у Бога, только Бог может правильно отомстить, а не люди. И поэтому для того, чтобы не было у кого-то желания, там, может быть, десятки или даже сотни лет спустя отловить Каина и отомстить ему, Бог сказал вот именно такой запрет, что отомститься в несколько раз больше, то есть, поэтому остановитесь, не делайте этого. Не будьте хладнокровными убийцами-мстителями. Вывод этой истории, что Бог как бы показывает через это местописание, что мы не имеем права мстить, а суд, даже наказание, належит только Богу. Да, и если даже, скажем, где-то мы останавливаем человека, лишая его жизни, как, например, в Ветхом Завете где-то потом регулировалось, то лишь в том случае, если именно в момент преступления, когда этот человек делает, по-другому нельзя остановить. Или сражение, но никак не потом, после него там... Означает ли это, что в данный момент как будто бы Бог оправдывает, либо защищает убийцу Каина? Нет, Он его не оправдывает, как убийцу. Он говорит о том, что это наказание, что он неправильно поступил, и даже ему пришлось уйти от своей семьи, жить отдельно. Но при этом Бог говорит о том, чтобы не мстить, чтобы было равноценное наказание, о том, что Бог решает, как наказать, а не человек должен сам по своему произволу это делать. С другой стороны, чтобы другие не превратились в убийцы, потому что здесь уже есть разница. Я с ним лично не знаком, но я где-то там, говоря желанием под впечатлением, подумал, надо его наказать, я буду думать, размышлять, и в итоге я превращаюсь уже в профессионального убийцу. А это уже совсем другое. Это изменение менталитета и мышления человека.